Красково, река Пихорка. Там когда-то еще никому неизвестный мальчик Саша. Просто ловил лягушек и рыбу. А сегодня он всемирно известный скульптор и заслуженный художник России. Наш земляк Александр Рожников. Он родился в многодетной семье и был самым младшим, восьмым ребенком. Все его детство до 14 лет прошло на реке Пихорка. Бывает он здесь и теперь, но не так часто. Больше для души и ради воспоминаний. Каждый раз, когда я сюда прихожу, это вот кусочек вечности, который с самого-самого раннего детства со мной. И вот периодически я прихожу, приезжаю теперь сюда, так сказать, тоже смотрю на воду. Вода та же самая, течение тоже самое. То есть вот ощущение, что вот этих 60 лет, которые у меня позади, их нет. Я такой же пацан, который бегает тут по траве, там играет в футбол, ловит бабочек, смотрит на воду, как она вот течет. Сейчас Александр – известный скульптор. Но начиналось все с рисования, интерес к которому никогда не покидал его ни в детском возрасте, ни в юношеском. Он всегда себя помнит рисующим. Вот даже помню один из рисунков, это вот белый лист, и вот такое непонимание, как на белом листе можно нарисовать белые облака. Это я уже потом понял, что нужно сначала контур сделать, потом вокруг этого контура синим закрасить, ну синий небо, потом уже в облака добавить блики. Но это было позже. Вот. А вот первые вот эти моменты я рисовал на белом листе синие облака. С тех пор интерес к рисованию и скульптуре у юного Александра укрепляется все сильнее. Да и вообще вся его юность била ключом. Занятия в вокальном клубе, бокс, служба в армии и все это время красные линии сквозь все увлечения шло рисование. Окончательное решение стать художником он принял после армии. В 80-е годы. Тут вмешалась судьба и как бы вот у нас в районе на 80-е годы для взрослых не было ни одной студии художественной. Но была студия скульптурная в нашем дворце культуры. Старший брат мне посоветовал туда ходить, я туда пришел. Меня с неохотой приняли, потому что я слишком молодо выглядел. Мне сказали, что тут для взрослых. Я говорю, да я из армии пришел. Я сержант советской армии. Ну, меня взяли. Но после пяти занятий Антонии Васильевны Кузнецова, она тогда вела эту студию профессиональный скульптор, она мне настоятельно рекомендовала поступать в Строгановку на отделение скульптуры. Чем это длилось полгода, я поверил, что я талантливый. Начал готовиться. В Строгановское училище Александр поступил со второго раза. В первый не добрал всего полбала. На отделении скульптуры тогда брали всего пять человек. И в эту пятерку счастливчиков попадает Александр Рожников. Александр создает уникальные в своем роде скульптуры. Ни одна из них не похожа ни друг на друга, ни на работы других авторов. Они не мешают взгляду в городском ландшафте, а воспринимаются как единое целое. Как будто здесь они были всегда. Великий французский скульптор Майоль, говоря о своих произведениях, однажды сказал, что если произведение не портит существующий ландшафт, это удачное произведение. Вот я стараюсь делать произведения, которые не будут портить существующий ландшафт или городскую среду. Но каким бы ни был успешным старт, в жизни каждого случаются трудности. В профессиональной карьере Александра Рожникова один из таких этапов. Пришелся на события, которые потрясло всю страну. Развал Советского Союза. Тогда для скульпторов наступили тяжелые времена. Их работа попросту перестала быть нужной. Но опускать руки не для него. В эти непростые времена Александр находит выход из ситуации. Если творец тебя создал универсально, то ты можешь одновременно ходить, говорить, слышать, видеть, дышать. То есть заниматься одновременно сразу несколькими видами деятельности, которые тебя как бы определяют как человек разумный. То почему зацикливаться на каком-то одном виде деятельности, по которому у тебя есть образование высшее? Тогда Александр решил освоить еще одну профессию – журналиста. Эта специальность дается ему легко, и он устраивается на работу в газету «Право порядок». Но не рядовым корреспондентом. В этом издании он – главный редактор. Знакомство с журналистским сообществом мне позволило в 2000-е годы, в нулевые, так сказать, понимать, что интересно журналистскому сообществу в плане творчества скульптора. И я выдавал такие композиции, которые совершенно бесплатно размещали на первых полосах центральных газет. Работа Александра Рожникова можно увидеть в разных городах России. Скульптор давно вышел за границы нашей необъятной Родины. 2 марта 2018 года в Королевском театре Дании в торжественной обстановке был открыт бюст великому русскому композитору Петру Ильичу Чайковскому. Но и родной край он не забывает. В Люберецком округе тоже стоят его многочисленные работы. Все эти произведения искусства рождаются в «Святая святых» в мастерской Александра Рожникова. Каждое утро у него начинается с подготовки, проверки помещений, осмотра скульптур. Стандартное начало рабочего дня перед абсолютно нестандартным рабочим процессом. Вот этого времени хватает для того, чтобы собраться. Потому что, когда я сюда еду, я уже знаю, чем я буду заниматься сегодня, допустим, или там завтра, или продолжать какую-то работу, которую я начал давно, либо какой-то образ сформировался, и надо делать каркас. В его мастерской порядка 200 миниатюр разных размеров, форм и предназначений. Какие-то из них только в планах, какие-то – мини-копии уже реальных скульптур. А свою первую скульптуру он сделал еще в детстве – из снега. Посмотреть на реалистичную фигуру даже водили детей из ближайшего садика. У нас в Аварашке стоит лев бетонный по Егорьевскому шоссе. И мы когда с классом зимой на уроке физкультуры, мы там мимо него ездили. И почти такого же, если пил из снега во дворе, мы его залили водой, и он практически до поздней весны простоял. Все уже растаяло, уже зеленая трава была, а лев так потихоньку. Это был 1974 год, а ледовой скульптуры тогда вообще никто не знал. Сейчас за плечами Александра около 70 монументальных скульптур, в том числе мемориальные доски и бюсты. Память к Кириллу Мефодию я установил в 2007 году. Это на День славянской письменности и культуры Московская область была принимающей стороной этого всероссийского праздника. А где-то лет 5 спустя мы там на 8 марта были семьей, гуляли по Соборной площади Коломенского, Кремля, и произошел такой забавный случай. Мы ждали, пока экскурсия отойдет от памятника, ну так, чтобы в очередной раз сфотографироваться. Вот, и вдруг совершенно неожиданно экскурсовод говорит, вот нашей группе повезло, сегодня у нас здесь на Соборной площади автор этого памятника, Александр Александрович Рожников. И вся группа на меня повернулась, а я как-то так от неожиданности. И один там дедушка, он посмотрел на памятник, на меня и говорит, да этот памятник тут лет 100 стоит, скульптор молодой очень. Ну, было приятно, конечно. Оказалось, что экскурсовод местный, из Коломны, и она была на открытии этого памятника, то есть она меня в лицо знала. В год Александр Рожников создает до трех-четырех памятников. Все эти годы он работает на нескончаемом энтузиазме и вдохновении. Я не помню, когда ко мне пришло вдохновение, но оно когда-то пришло и с тех пор не уходит. Моя работа – это моя жизнь. Я благодарен творцу, что, во-первых, мне дан талант, и то, что этот талант реализуется. Все скульптуры, которые создает Александр, изготавливают на заводах Москвы и Подмосковья. Это Жуковские и Химкинские комбинаты художественного литья и камнеобрабатывающий завод в Долгопрудном. Там создают фигуры в полный рост. В мастерской же они все в уменьшенном масштабе. Вот у нас в Любитцах, я очень счастлив, что утвердили две мои композиции, танцующие вальс, танцующие на шаре под зонтиком, для установки в парке после реконструкции. И вот с каждым годом все больше и больше комплиментов я от жителей получаю. Это так приятно, то есть когда твоя работа нравится безотносительно. Вот на нашей земле тут очень много было известных, великих людей. Я больше чем уверен, что никто себя не ощущал звездой или великим. Они просто жили, просто делали свое дело. И у меня вот тоже такое же ощущение. Но великими, без сомнения, остаются его скульптуры. Он прославляет в них спортсменов, музыкантов, героев и простых тружеников. Прославляет, чтобы оставить о них память потомкам. Субтитры создавал DimaTorzok